Говорит и показывает Ермаков, вы наверное знаете такого ютубера как AssetSmart. Он снимает видео на компьютерную тему, но в очень странной манере. Он ходит по квартире боссом, скрывает свое лицо, в начале каждого видео просыпается, играет с эффектами, как будто он только вчера освоил Premiere Pro, снимает совершенно тривиальные вещи, хотя хз на самом деле. У нас полстраны в компьютерах не шарят, возможно его контент пригодится каким-нибудь пенсионерам. Но, например, как подключить клавиатуру? Зачем? Зачем для этого нужно лезть в ютуб или в интернет вообще, если просто взял клавиатуру и вставил ее либо в юсб разъем, либо в разъем PS пополам? Снимает в основном установки Windows, причем на один и тот же ноутбук. Ноутбук? Ноутбук? Да, именно ноутбук. Он делает в этом слове совершенно неестественное ударение. При этом часть установок у него заканчивается неудачей. Экспишку я хочу видеть на этом наркоманском ноуте. Че такое, блин? Но это все равно не мешает ему выложить видео. И вообще, он ведет себя как наркоман. Этот чувак настолько стал для меня мемом, что я взял и решил его спародировать. Давайте посмотрим, что из этого получится. Установка Windows 7 на старый ноутбук. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с вами Ермаков. И в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы Windows 7. Домашняя, базовая. Мы будем ставить ее на старый. На старый ноутбук. На ноутбук Samsung RV520. Очень старый ноутбук. Давайте же мы с вами посмотрим, как установится Windows 7 домашняя, базовая. Посмотрим на нее. Немного поностальгируем. По нашему светлому, любимому прошлому. Вставляем наш диск. Потому что у моего старого ноутбука не работает USB. Я не могу установить флешки. Потому что, возможно, там умер южный мост. Вообще говоря, он не заменяется. И поэтому пригодится полная замена материнской платы. Так что ставить на этот старый ноутбук мы будем именно с вот этого диска. Давайте сейчас откроем наш ноутбук. Подключим его к сети питания. Где-то тут у нас плод питания есть. Включаем его в розеточку. Подключаем наш провод вот сюда. Теперь подсоединяем, подсоединяем. Подсоединили. Теперь нужно немножко подождать. Потом включаем ноутбук. Нажимаем на эту кнопочку. Теперь нажимаем кнопку F2. Чтобы зайти в настройки BIOS, нажимаем F2. Открываем наш DVD-привод. Вставляем туда диск. К сожалению, да, вот у меня такая ситуация с DVD-приводом, что ему приходится его вынимать прямо от компьютера. И вставляем наш диск. После того, как мы вставили наш диск в DVD-привод, подсоединяем его сюда. Теперь, к помощи клавишами влево-вправо, переходим на вкладку BOOT. BOOT DEVICE PRIORITY. Здесь на первом месте у нас стоит SATA CD. Если этого нет, то с помощью клавиш F5, F6 помещаем его вверх или вниз. Теперь надо нажать клавишу F10, чтобы сохранить. Теперь нажимаем YES. И дальше должна появиться надпись. Press any key to boot from CD or DVD. Тогда нужно будет нажать любую клавишу. Сейчас, если эта надпись вообще появится. Вот она появилась. Нажимаем на нее. И сейчас появится Windows из Loading Phyllis. Белая полоска здесь идет. Нужно немного подождать. И начнется экран загрузки Windows 7. Тем временем, наша белая полоска уже практически дошла до конца. Сейчас должна появиться экран загрузки. И выбор действия. Вот у нас уже дисковод запищал. Появляется надпись Starting Windows. Затем у нас появляется бегущая полоска с надписью Microsoft Corporation. У нас появляется вот такой вот синий экран. Здесь выбираем устанавливаемый язык. Конечно, он у нас русский. Формат времени и денежных единиц тоже ставим русский. Теперь нажимаем кнопку Далее. И здесь нажимаем кнопку Установить. Устанавливаем Windows 7. Начало установки. Здесь мы с вами, друзья, принимаем условия лицензионного соглашения. Нажимаем кнопочку Далее. Здесь выбираем полную установку. Выбираем второй раздел. Мы выберем вот этот раздел. Дальше нажимаем кнопочку Далее. Если есть какие-то файлы предыдущей версии Windows, они будут помещены в папку Windows Old. Это действительно так. Мы сможем их после установки оттуда достать. Наши личные файлы, параметры и все остальное. Нажимаем ОК. Начинается копирование файлов Windows. Пока идет распаковка файлов. Потом установка сама по себе пройдет. Я пока немножко отойду и лягу поспать. Я немножко поспал. Давайте посмотрим на наш ноутбук. Посмотрим, что тут написано. Ааа. У нас тут ошибка. Windows не удается установить необходимые файлы. Возможно, файлы повреждены или отсутствуют. Убедитесь, что имеются все файлы необходимые установки. И установку. Код ошибки 0x800717. А что такое? Что? В чем может быть ошибка? Почему Windows не устанавливается? Я не могу. Я не знаю, почему Windows не может встать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подпишись, друг, подпишись. Подпишись на мой канал, ты подпишись и оставь ты мне лайк, если видео понравилось.